Добро пожаловать в муниципе Бельц, второй по увеличению города Воскресенье, город так называемый неофициальным, пока что в северной столице. Вот теперь с вашим коллегом, когда шли по коридорам, я попробовал посчитать, что это было, по-моему, 2014 год, потому что я приехал в 2014 году, я, если правильно помню, был осень. Моя коллега Лина, заместитель, мы оба и приехали в 2014 году, она занимается и экономикой тоже. Мы делаем выставку в университете, открываем сегодня, выставка была в Кишиневе, была в Кабуле уже, и теперь думаю, что как вы говорили, второго города в Молдове, обязательно надо тут тоже выставить, выставка больше показывает наше ЮНЕСКО достоинство, примечательное, примечание. Я думаю, что, и надеюсь, что университету будет интересно. С другой стороны, что вот хотелось, ну, то есть университет, я имею в виду студенты, подаватели, может, даже город, потому что мы придумали сделать это в библиотеке. С другой стороны, было тоже интересно узнать ваши, то есть, может, какие-то, не то планы, может, как правильно выразиться, а надежды, желания, может, обновить, что-то интенсивнее сделать с Литвой, потому что в политическом уровне Литва и Молдова очень тесно имеют контакты, дружат, так можно сказать. Начиная с признанием нашей независимости, которую Молдова сделала первая в мире страна, те политические контакты очень тесные, хорошие и, я бы сказал, такие и рабочие, и между людьми и так далее. Как мы иногда так, ну, не то подшутываем, а так говорим, что всегда, если Лан с Литовцем встречается, они всегда найдут общий язык, но в плане, скажем, экономики, то есть еще, где можно поработать, то есть, как раз, я думаю, сегодня навестить вашу свободную экономическую зону, и не только, если, я слышал, если есть и по спорту и молодежи, почему бы нет, тоже такие контакты очень хорошие и полезные, потому что мы эту выставку решили сделать как раз больше по университетам, по историческим музеям, Кишинева была она, чтобы молодые люди тоже имели какое-то впечатление про Литву, потому что, как я сказал, такое, мое еще поколение знает, а молодежь уже по чуть-чуть так, друг друга уже контакты обрываются, так можно сказать. Так вот, в этом плане, может, есть с вашей стороны, было интересно узнать, какие намеренности были, или по плане, то есть, в принципе, не только экономическом, но и культурной деятельности, тогда по какой линии посольство могло посодействовать, потому что посольство как раз для этого здесь и есть, чтобы налаживать контакты, чтобы как-то сближать наши страны друг к другу, хотя, как я и говорил, есть те контакты, но всегда расширять это, как говорится, здорово и хорошо. Это и подтверждает, в принципе, не только отношения на определенном, только политическом уровне, но и непосредственные уже тенденции униформизирования определенных отношений, так и семейных отношений, гражданских отношений, так и уголовных делах. То, что касается открытости в муниципе Бельц, наверное, я потом и спросил, когда в 2014 году, как и подтвердили, были в последний раз в Бельцах, вы, наверное, какую-то разницу ощутили. Работается очень усердно для того, чтобы восстановить, в принципе, непосредственные отношения, связи не только с представительными посольствами, но и, конечно же, и с администрацией городов соответствующих стран. То есть, непосредственное сотрудничество между городами, она по практике себя зарекомендовала уже в реализации определенных достижений и, конечно же, организации тех же мероприятий культурного характера, потому что тоже практика устанавливает, что развитие или установление определенных экономических форматов или тех же определенных инвестиционных отношений, а не последствия проведения общих культурных мероприятий, которые, в принципе, имеют субъективную цель. То есть, установить определенный общий контакт между представителями местных властей, так и центрального уровня, чтобы соответствующим образом развивать и другие отношения другого характера, включительно и те отношения экономического характера. И в этом контексте с 2015 года, как поменялась власть, то есть, в принципе, местный состав местной администрации в муниципе Абельс, мы пошли уже по нарастающей, приняли соответствующую стратегию развития многостороннего характера в муниципе Абельс, не только экономического развития, но и культурного, так и других отраслей. То есть, конечно же, фундамент развития любого города является стратегией, которая принимается на определенный период времени. Но как механизм, как гарантия развития любого города состоит из определения открытого общения с любыми заинтересованными лицами, которые открыто хотят не только общаться, но и провести и организовать определенные мероприятия, не только культурного характера. И, конечно же, вернуть былую славу муниципе Абельс как не только индустриальным центром севера Республики Молдова, но и культурного центра. Система воспитания в муниципе состоит на мигардин все эти. У нас 35 садов, численно всех детей, 6412 детей в наших садиках, и 476 воспитателей дополнительного кадра в детстве. То есть, весь этот состав детства. Из учебных заведений школы, гимназий, лицея у нас две начальные школы, 12 гимназий, 13 лицеев, всего 13 411 учеников в муниципе Абельс и 1127 дидактических кадров. Это учителя, директора, заучи. То есть, довольно-таки богатая у нас система образования, как я сказала, для нашего маленького муниципе. Есть у нас и 13 высших и средних учебных заведений. Это университет Эли-Курсо, это 5 колледжей, 5 профессиональных школ. В университете, так как вы уже знаете, идем туда, поменялось в этом году, немного была реорганизация. Там всего на сегодняшний день 4 факультета. Факулеты Делитери, это филологический факультет, там соединили Ильяс, русский филологический, руманский филологический, так и называются, факулеты Делитери. Один факультет. Второй это факультет Дештинти Али-Эдукации. Там готовятся в числе и начальных классов, воспитателей. Это все, что касается системы образования. Третий факультет факультет Дештинти Али-Эдукации. Это физики, математики, технический такой факультет. И четвертый факультет Дештинти Суча Али-Шедрек. Это социальные науки и юридические. Это 4 факультета, которые всего на сегодняшний день у нас в университете. 5292 студентов. Всего 44 специальности. И работают с ними педагогические кадры. Там 262 педагогических кадров. Соответственно, имели разные уровни, разные высшие, средние. Индокара науки, так далее. Естественно, что вся социальная сфера, инфраструктура, коммунальные службы и так далее. Развитие города, он данным в том всего является экономика. Поэтому от тех решений, которые принимаются в премарии, в муниципальном советах, зависит и перспектива развития нашего города. С тех пор, как вы тут были, немало воды утекло. Но я вам должен сказать, что тренд развития экономики, динамика его является положительной. То есть за последние два года ежегодно наращивается 11%, 12% в 2016 году. Речь идет о том, что у нас, фактически, как и везде, страны такие сходные и по населению, и по общей истории. И, естественно, у нас в городе всегда были гигантомания, были большие предприятия союзного значения. Естественно, их уже не осталось. Всего, фактически, из 8 864 экономических агентов, всего 2,6% осталось от этих больших предприятий. Остальные уже, так сказать, средние, мелкие предприятия, которые и работают в настоящее время. Самое главное, что мы сохранили темп развития. И благодаря тому, что мы вовремя вмешиваемся в тенденции, в перспективы, анализируем ситуацию, поэтому мы и имеем такие положительные результаты. Перевалили, естественно, за 5-миллиардную цифру в прошлом году по продукции, индустриальной промышленной продукции. Речь идет о том, что очень большое внимание мы за последние 2 года уделяем экспорту. Значит, у нас экспорт уже перевалит за 50%, что является немаловажным для развития нашего города. Нам важно расширять рабочие места, потому что отчисление от налога физических лиц 45% остается в местном бюджете, не идет туда. Это уже мы располагаем и можем распоряжаться этими средствами. Поэтому нам очень важно расширять рабочие места. И как раз и люди будут заняты. Заработная плата фактически тоже растет. У нас сейчас средняя по муниципию, это невысокая для других, но в целом по республике она выше 5300 в целом. А в промышленности 6400. В других сферах еще больше финансовых. В бюджетной сфере тоже 4300. Поэтому по сравнению с другими регионами это высокая. Вот вы упомянули, примара нет. А как все-таки без примара работать? То есть когда его нет в стране. Как у вас впечатления такие? Или может, как сказать, трудно, я так понимаю? Или как вот между так? Откровенно, что вы разговариваете? Ну, если откровенно и объективно взять, ну, конечно же, чувствуется его отсутствие. Но это вынужденное отсутствие. Потому что, наверное, проинформировано. Из-за того, что он очень активно влез именно и в политическую, включительно, жизнь. Именно критикуя объективную центральную власть. Конечно же, есть определенное обстоятельство, да, возбуждение определенных уголовных дел. Вот прямо сейчас тоже придется определенное заседание. В Тишине в операционной палате, так и в первой инстанции. И, конечно же, он вынужден пока что находиться в Москве. Но от того, что оно отсутствует, как изначально я высказался, все процессы и все его намерения по развитию и восстановлению города с многосторонним характером, они не приостанавливаются, даже идентифицируются. Во-первых, во-вторых, он всегда в курсе всех дел, которые происходят в муниципе. И всегда активно поддерживает любые инициативы. И даже вам определенные инициативы выдвигает. И очень активно даже, и за свой счет, в принципе, и участвует в реализации определенных работ. Даже восстановительные работы по дорогам, по тротуарам, которые, как и высказал Леонид Иванович, тот дорожный фонд, который, это капля в море, которая нужна для развития. И развития именно инфраструктуры в муниципе Бельц это недостаточно. И в мере возможностей, именно из личных следств, он выдает на решение определенных вот таких горячих вопросов, чтобы именно вот побыстрее идентифицировать процесс восстановления и развития муниципе Бельц. Так что вынужденное его отсутствие, которое, я уверен, скоро разрешится, ни в коем образе не влияет на бездействие нынешней администрации. Мы очень активно в команде работаем по всем задачам, которые мы определяем вместе, координируя, конечно, все эти вопросы с господинным примаром. То есть у нас полноценный непосредственный контакт и, конечно же, есть определенные критики, что именно примар всегда должен находиться только на рабочем месте. Мое мнение, что примар вообще-то это представительное лицо, которое должен 24 часа в сутки находиться то в самолете, то в посольстве, то и в других странах при привлечении соответствующих инвесторов, фондов, грантов. Наложение новых контактов, восстановление определенных контактов, это его основная роль. А вице-примар, в свою очередь, имеет свои направления, за которые они ответственны, которые монетаризируют, и все это надо имплементировать и внедрять. Так что здесь, в принципе, роль каждого не ущемляется от того, что он отсутствует в муниципе Бельц. Так что я думаю, все эти вопросы политического характера скоро разрешатся. И как мы предложили себе в 2015 году развивать определенные стратегии в определенном направлении муниципе Бельца, так и по тому плану мы двигаемся. Несмотря на определенные комментарии и, конечно же, критики по этому факту. Вот такая вот альбомчик, скажем, нашей Трокаева, как бы ваш Сорока. Недалеко от вас. Бельцы. Интересно. Еще раз. Спасибо. Да, отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА